Я думал А вышло все наоборот И вот все ночи Напролет грусть Осмотрю в твое окно Тебе я знаю все равно Тебе я знаю все равно Ведь ты забыла все давно Твой двор осенний Голый путь В нем о весне прошедший грудь А я войти сюда боюсь А вдруг с тобой и с ним столкнусь Когда спешите вы в кино Тебе я знаю все равно Ведь ты забыла все давно Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну все, детки в койке Погнали Что это было? Я не знаю Черт, 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 черт Как же так-то? Уродь, какая же уродь то! В номер они так и не вошли? Нет, по черной лестнице спустились и смылись Как думаешь, 10 часов? Работаем Я две бригады туда уже послал Дальше Польша и Литвы не уйдут Найдем Кто еще знал, кроме тебя? Эти двое, которые закладку делали, но они не могли слить Не могли? Не могли Значит, ты слил? Михаил Иванович, мой косяк найдем, найдем Че с видеозаписью? Шептались они там о чем-то Этот звягинцев с вашей женой Ну, в натуре непростой он, этот одноклассничек ваш Пошли видео смотреть Не рубишь фишку, дуримар Давай, сливай воду Мы с Гришей ферму открыли для того, чтобы порося правильного хавать Пойдешь свиноматку под Борова подкладывать, понял? В общем, там неразборчиво, но понять можно Ну, где? Не слышно ничего, о чем базарят? Ну, сейчас они поближе подойдут, там камера не берет С ним тоже? Да нет, Григорий Иванович О чем шепчется? Ну, тут неразборчиво Тут шум города, машина, сейчас Сейчас, сейчас, подождите, сейчас Конечно Не поняла Останови Чего она не поняла? Ну, тут она что-то не поняла, а он ей разъясняет Я понял, что он разъясняет, что? Не знаю, я всю ночь тут по слогам, буквально по кадрикам собирал Ну, пока тут Значит так, дело что хочешь, но все разговоры, весь треп на улице должен быть у меня на столе Иначе я за себя не ручаюсь Михаил Иванович Михаил Иванович, ну я-то тут при чем? Техника? Ты дебил Ах Да единственный раз Нужно услышать Ты в чем бацанец А у него тенки Сколько еще бабок надо, а? Хру 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 Чего пашни свистнул? Я тебя с Вильямом с кормлю, понял? Вот с такими клыками Даже не помочь нам Отпусти Отпусти Все самому надо делать Эй, стойте Сереж Я первый, я первый У тебя сегодня опять школьники, да? У меня последний класс остался, четвертый, из нашей второй школы Я мимо ехал, думаю, да и заеду В общем, я тебя тут подожду Ну, конечно Проходите сюда Кто последний, тот дурак Начало экспозиции здесь Итак, мы с вами начинаем волшебное путешествие в мир янтаря Тысячи лет назад на месте Калининграда была волшебная, загадочная страна Земландия Слушай, не толкайся Пойдемте посмотрим Ну, стой спокойно Варя, Варя А ты после музея куда? Папа сказал домой Бойка, Варвара, не отстаем, пошли Ну, все сделано, пока Готовы к встрече с доисторическими мушками и комарами? Да Пошли Варя, Варя Памэк Ты че творишь, дядя? Гостиница Земландия – твое работа? Ты как думаешь? Поздравляю. Решил брохнуть жену и друга? Он мне никогда другом не был. Он тебе бабки бешеные зарабатывает, дядя! Сейчас на аукционе в Польше его работы в пять-восемь раз. Все дороже уходит. Левшин становится основной статьей нашего дохода. Представить не могу. Я просто не могу представить, что он ей... А ты сам! Кому и как задвигаешь, и не одной! А ты не задвигаешь? Нет! Мне Ольги до бровей хватает. Тебе повезло, мне нет. Там на улице перед офисом толпа журналистов по городу шорох ходит. Куплет жену подорвал. Чё ты творишь, Миша? С кем ты останешься? С дуримаром? Это Звягинцев её предупредил. Я по камере видел, как он её... Как он её тискал. А потом чё-то втирал. Тискает. Камеры везде понатыкал. В машине жучки нахожу. Мне не веришь, жене не веришь. Все друзья у тебя враги. Как дальше жить? Я не знаю, как. Я не знаю. Я знаю. Нам надо бизнес разделить. Давай так. Я зашлю тебе своего юристоты своего. Делим счета и разбегаемся. Ты чё, на их стороне? Тебя на стороне здравого смысла. Хватит всё. Ищи, добывай, продавай. Я тебе даже уступлю, чтоб не показалось, что кидаю. Зимландия меня тормознула по полной. Да а чё она тебя так тормознула? А то, что однажды тебе в твою тыкву придёт меня грохнуть, если ты на жену руку поднял. Карьеры пополам, что ли не пополам, по ювелирке с женой сам разбирайся. Китайцев я себе забил. Китайцев? Китайцев. По штуке за килограмм. Да, по штуке за килограмм. Ты год бухал. Договор с китайцами и я пробил. С помощью Звягинцева. И Серова, кстати, я себе заберу. Потому что у меня башка на месте. Ты чё, пил? Сюда? Какая разница? Михаил, серьёзно, думай. Нам нужно разбегаться. Серёжа, ты тут сидишь? А я думала, ты уже домой уехал. Фотографию рассматриваю. О, Боже, это я. Мне здесь 11 лет, по-моему. Ну, ты и ты. Зачем она тебе? Нужна. Нужна? Нужна. Что такое? Олька, я стал богат. Чего ты там бормочешь-то? Нужна. Ну, я хочу тебе сказать. Так. Я... Дом скажу, пойдём. Так я всё закрыла. Да всё закрыла. Григорий Петрович, как вы можете прокомментировать взрыв в гостинице? Никак. При чём тут мы? Убеждаем, что номер был снят на фамилию Королёвой Марии Петровны. Куда вам это известно? Записано в книге прибытия в гостинице. Ну и что? И какие выводы? Ну, не могла же она сама себя подорвать. Кто это сделал, по вашему мнению? Понятия не имею, у нас нет врагов. Ну, как же у вас нет врагов на неспешительность? Ни единого. Наш враг – это лень, девальвация курса рубля. И упаси Боже, падение спроса на это. В остальном, мы – процветающая фирма. И всё-таки хотелось бы спросить про гостиницу. Самое интересное, знаете, что выясняется? Нет, не знаю. А что выясняется? Что в номере гостиницы Королёвой не было. Ммм, да что вы, а в чём тогда сыр-бор? Ну, получается, её хотели просто попугать? Может, её вовремя предупредили, что в номере находится бомба? А по моим сведениям, Мария Королёва уже бывала в этой гостинице и не раз. И не одна, с мужчиной. Кто это? Вам известно про это? Слушайте, господа четвёртая власть, вам не стыдно порочить соучредителя просветающей фирмы, преуспевающую бизнес-леди? Что за бред? Почему бред? Да, кстати, где она? Думаю, в данный момент Мария Петровна на аукционе в Польше. Сейчас в Гданьске проходит аукцион работ Константина Левшина. Скорее всего, она там. А вы что-то темните. А где муж Королёвой? Ну, пускай он выйдет и ответит на наш вопрос. Михаил Евгеньевич Бойко болен. Он дома. А, по нашим сведениям, он сейчас в офисе. До свидания. Дерзайте, четвёртая власть. Дерзайте. Почему мы с вами редко выходим из дома? Я же не убегу. Ну, Витя, давай соблюдать режим. Я доктору обещала на ноги тебя поставить. Я вам давно говорю, я не больна. Вы письма отнесли? Отнесла. Заказным отправили? Заказным. Дайте квитанцию. Ты что, мне не веришь? Это в Союз художников России. Это в Институт Сурикова Балахову Таиру. Завтра в музей Индаря поедем, я с вами видела. Надо бы сначала к доктору заехать, ему рассказать. Да он давно знает. У меня это от нервов, то, что я сны эти вижу, вещи. Почему вы мне не верите? Я вижу эти сны, я их вижу. Однажды сон видела, что Костик с женой разведётся и в Калининград вернётся. Вернулся. А потом сон видела, что он мне изменит. Изменила. Только это я сама виновата, цепилась в него, мертвой хваткой. А человеку простор нужен, тем более художнику. А недавно я сон видела, что выставка у него будет в Калининграде, в музее Индаря. Пусть будет ему сюрприз. Одна тысяча долларов. Раз. Одна тысяча пятьсот. Две тысячи. Две тысячи двести. Две тысячи двести долларов. Раз. Две тысячи двести два. Три тысячи. Три тысячи пятьсот. Три тысячи пятьсот. Принято. Четыре тысячи. Четыре тысячи долларов. Четыре тысячи пятьсот. Четыре тысячи пятьсот долларов. Четыре тысячи пятьсот долларов. Раз. Четыре тысячи пятьсот долларов. Два. 4500 долларов 3 продано. Поздравляю. Замечательное приобретение. Поздравляю. Поздравляю. Продолжение следует... ...поздравляю. Поздравляю. $600. $600. $700. $600. $700. $600. $600. Все продано? Лоты поднялись в пять-десять раз. Плевать на лоты, на деньги. Читаем. В киоске купим. По сведениям наших корреспондентов, в гостинице «Земландия» на пушкой кассе взорван один из номеров. Жертв нет. Уверен, что мы можем появиться на аукционе и забрать деньги. А лично я нет. А я позвоню. Тебе переведут на счет в банке. Но нужно маме денег передать. Нужен кэш. Да будет у тебя кэш. Я с Мариком это обговариваю. Еще должен тебе сказать, я забрал Риту из больницы. К ней на квартиру. Там сиделка, патронажная сестра. Приходит, убирается, готовит. Ночует. Заодно подруга. А я это все оплачиваю. Ну зачем ей в больнице быть? Потому что лучше она дома. Ну а ей что против? Три положительные, нравственные, добрые. Остается одно брать с тебя к уме. Вот поэтому мне нужны деньги. Да будут у тебя деньги. Много денег. Что смотришь на меня так? Как так? Не знаю. С упреком что ли? Ага. Понимаешь, Костя, с тех пор, как я стала девушкой богатой, я стала замечать, что многие мужчины хотят мне понравиться. Кто-то делает это топорно в лоб, другие похитрее. А третьи назначают деловые встречи, в глазки заглядывают. Ты не назовешь их вроде альфонсами. Нормальные мужики. Жены, ей семьи, дети. Но магия денег притягивает. Зачем ты сейчас это сказала? Да за тем, что все расставания всегда одинаковы. Дай денег, дай денег. И побольше. Противно. Это потому что Звягинцев вернулся? Причем здесь Звягинцев? Потому что неправильно все это. И муж твой ремневый неправильно. Эти аукционы шальные, это неправильно. И Рита, и болезнь это ее. И больница эта ужасная. А покажи, у кого правильно. А? Покажи. Мне работать надо, понимаешь? Я здесь в дыгах. Вчера во сне. Этюдо писал. Сток всего придумал. Винторезал. Он крошится. Просыпаюсь, где я, что я. Жизнь проходит. Испугался, да? Жить хочешь? Я тебя не виню, я не обвиняю тебя, я тебя понимаю. Значит так, с этого момента больше ничего личного, только бизнес. Легко. Бежим! Быстро! Быстро! Я быстро. Изъеду что-то купить? Не надо. Сделать, чем договорились. Добрый день. Добрый день. Что угодно. Телефон и сим-карту. Телефон. А это сим-карта. Как пользоваться, знаете? Угу. И бутылка вина. Да, и бутылка вина. Какое вино? Красное, итальянское. Вот это. Это дорогое вино. Дорогое вино для дорогого человека. Я ему завидую, этому дорогому человеку. Четыре столичные слова. Пани, полька? Нет, я немка. Пани прекрасно говорит по-польски. Спасибо. До свидания. Тетя, нет, нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слухом вас. Алло, Марик, это Королёва. Как торги прошли? Фантастично, пана Королёва. Если вы хотите забрать кэш, приезжайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло. Алло. Разве я оделась? Кэш мы можем получить в любой момент. Связь опорпалась. Вот кваска. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. То есть фирма Васильев, Бойко и компания? Да, это мы. С кем имею честь разговаривать? Михаил Бойко. Марик Мичинский аукционер. Имею поздравить вас, Михаил Евгеньевич. Цепродажи прошли фантастично. Все лоты ушли за два часа. Спасибо, Марик. Да. Я только что разговаривал с вашей жинкой, но связь разорвалась. Вот звоню. Вам деньги перечислить, пане, или кэшем жинке отдать? Сейчас я с бухгалтером посоветуюсь. Минуту. Иди сюда. Бухгалтер сказал, что лучше налом жене. Налоги, сами понимаете. Марик, а когда была у вас Мария Петровна? Утром, когда начался аукцион. Мы договорились на кэш с вычетом мой процент. Но сумма, которую получили, в семь раз больше, чем предполагалось. Вот позвонил. Может, вы пришлете, как это говорится, команду крепких мужиков, чтобы вашу жинку охранят? Хорошая идея. Да, аналик заберем. Мария Петровна, телефон вырубила. Может, новый номер завела? Марик, а подскажите, какой у нее телефон? Вы не знаете телефон вашей жинке? Она российскую симку выключила и, видимо, польскую завела. Мне пока не сообщила. Подскажем. Она только что звонила. Подскажем. Так и есть. Мария Петровна купила наш номер с польской операторой. Сейчас, секунду. Записываю. Диктую. Код Польши. Дальше. Ши-пинч-пять-шесть. Ши-осемь. Зеро-джевенч-девять. Записали? Да, записал. Господин Бойко, мы полностью удовлетворены результатом аукциона. И ждем с нетерпением новых изумительных работ вашего художника по янтарю Левшин Константин. Спасибо. До видения. Ну, что, птичка. Шинит от себя. Чего варшавская бригада? Засекли их гостиницу, но те успели смыться. Бери телефон, езжай за ними. За деньгами они как зайчики прискачут. Ты прости меня, слушай. Сам видишь, какой геморрой. Забыли? Да, я не обижаюсь, Михаил Евгеньевич. Ты весь в отца, царь своему небесный. Помоги нам. Он послал бригаду, нас хотят убить. Я пойду прикушу. Ты как? Нет, нет. Два труб недолго. Они не в духе. Так я что, уволен или работаю? Работаешь. Что? Кстати, с таможенником-то встречаться буду. Да. Еще не решили с ним. Думаю, да. Я его болтаю. Хорошо. Думаю, да. Я его болтаю. Ждите. Скоро что-то придумаю. Ждите. Скоро что-то придумаю. Ждем. Где вы сейчас? В Гданске. На улице, в машине. Зайди. По разделу будем говорить? Что решил? Да никакого раздела не будет. Гриня, не гони. Я вот что подумал. Нам же надо на таможню выходить, чтобы янтарь в Китай толкать. Напомнился? Да я уже все решил. Серому дал задание, чтобы с таможенником встретился. Ты как? Запротив? Ладно, зайди. По Звягинцеву перетрем. Ладно, я передумал. Пусть работает Звягинцев. Ты передумал или затаился? Только сам лично скажи Серому, что претензий к нему нет, что посылаешь разобраться с таможней. Пойми, не по кайфу всех вокруг напряги держать. Ладно, решено. Звягинцеву сам скажу. Проехали. Что за стрелка с конем была? По поводу чего? Да я сам не понял. Погнал порожняк какой-то. Ну, лишние люди на карьере. Типа, давайте поставим охрану карьера, ворота. Чего поплатим? Все дела. Лапша. Я тоже так подумал. Сказал, с тобой перетру. А наш человек чего? Из личного окружения? Бойник. Звонит иногда, сливает инфу. Какая последняя? Говорит, есть новости по поводу переговоров с китайцами. Ну, по поводу интеря. Набери его. Пробей информацию по поводу Куракинах. Может быть, это конь. Это не конь. Пробей. Может быть, он нас с федералом слил. Громкую связь. Васильев звонит. Васильев. Не дергайся. Четко и ровно. И будешь жить. Врубай. Алло, здравствуйте. Привет. Говорить можешь? Да, могу. Выясни, художник, как у Куракина, это не конь выиграл? На базу не привозили, но я выясню. Выясни. Я через час наберу. Жду. Ждем. Можешь, когда жить хочешь. Тварь. Поехали. А можно я с детьми, с женой общаюсь? Сделаешь, как я прошу, отпущу. Старику отзвонить, скажи, скоро будут хорошие новости. Сделаю, пап. Что встал? Поехали, место покажу. В Питере их встретят. Я сейчас позвоню. Нам надо где-то спрятаться. Что пану угодно. Две воды. Пожалуйста. Этого типа видел? Нет, не видел такого. А эту женщину? Эту женщину? Ну, говори, видел или нет. Женщина элегантная. Нет, нет. Впервые вижу. Вот здесь стрела будет. Василёк с кондачка не придёт. Он осторожный. Змей всё разнюхать должен. Возмышенность видишь? Ну, да, вижу. Оттуда его и снимут. Я понял. В яркое оденься. В красное. Чтоб не спутали с ним. Понятно. Звони. Слушаю. Алё. Есть новости по поводу Куракина. Говори. Нет, не по телефону. Надо встретиться. Понял. Где, когда? Сегодня в бухте. Восемь вечера. Чё так поздно? Нет, я раньше не могу. Меня отпустят. Дел много. На чё похоже? На то и похоже подстава. Зуб даю, грохну тебя. Я это место знаю. Там дюны, песок, море. Охрану никуда не спрятать. Так что по-любому подстава. Да ладно, мочканут кто? Да кто угодно. Из Драгунова. Там вышка. Ну, или тот, кто звонил. Ещё проще. Мои ник? Да ладно. Як живи, в як учись. Так глупо мой, помрёшь. Поверить не могу. Завтра доделаем. И билеты, паспорта на детей, жену. Всё как обещал. И полетишь, куда захочешь. А знаешь... Что? Лимон с зеленью хочешь? Ну, чё надо сделать? Магну. Сорок пятый калибр. Башку оторвёт только так. Выстрелишь, лимон твой. А как же... Оттуда, если промажешь. Ну, ты не промажешь. Дочке не дадут. М? Переходи. Приходи. Девочка, которая садится в машину, дочь Марии Королевны. За ней нужно будет установить слежку в целях операции. Понял. С начальством я вот лису. Поехали. Тимофей, во сколько вы летаете, видать, с поляками договорились, самолёт уже ждёт. Вот его подъезд, я у него часто бывал. Зягинские окна на третьем, вон те, снимите хотёнку в этом или в том. И всё под запись, кто к нему пришёл, когда и зачем. Угу. Ну, камеру можем тут, тут поставить. Если чердака, можем снимать, что у него дома. Работайте. Поблосы я выделю. Но чтобы вся информация, каждый день, у меня. Действуйте. Представишься электриком с подстанции, узнай всё. Всё. Возьми ключи от чердака. Ничего себе. Какие кадры. Да, всё-таки русские тёлки самые красивые в мире. Слушай, товарищ генерал. Так. Товарищ генерал, я должен буду отправиться на таможню в Литву. Куда вернусь, неизвестно. Товарищ генерал, разрешите провести операцию по спасению Варьи Бонька. Бело в том, что она наёгает. Товарищ генерал. Алло. Товарищ генерал. Товарищ генерал. Да. А ты где работничек? Обедаю. А. Обедаешь? А говорит, у тебя полдня нет. Прикинь? Ладно, давай, это офис твой. Дело где есть. Иду. Давай, давай. Прогуливаем? Да, маму в поликлинику подвозил. Чего, не могу? Нет-нет, может. Анна Николаевна, это святое. Это, поехали? Куда? Да так, прокатимся. Я вообще-то хотел на таможню выехать. Ну, документы готовы. Чего тянуть? Успеешь? Поехали. Я вообще-то хотел на таможню выехать, но документы готовы. Чего тянуть? Успеешь? Поехали. КОНЕЦ 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 Я не хочу. Ну, слушай, я ж тебя не спрашиваю. Хочешь ты, не хочешь. Значит, вот так. Теперь я права голоса не имею. Мы в одной команде. Я двойнулся. КОНЕЦ 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 Расписку писать не буду, но обещаю, если что, матери и детям помогу. С кем стрелка, кто он? Да так, перец один, он тебя не тронет. Ну, проблемы могут быть, поэтому, если что, я рядом. С кем стрелка, кто он? Ну, что там? Стоит, как пень. Думает. Никого? Никого. Никого. Ждем. Прием. Понял. Ждем. Ждем. Здравствуйте. Увидишь, как. Понял. Пошли. Идем к ним. И магнуму, урода, забери. Жалко. Понял. Боевик звонит кому-то. Не густо. Григорий Петрович, вы туда поглядите. Походу, вас хотели похитить. Мне что делать? Гниду убирай. Как договорились. Спокойно, спокойно. Спокойно, спокойно. Опа. Да. Руки! За голову руки! За голову! Так я чуть не понял. Они за ним или за вами? В песке. В песке смотри. Или под ним. Нашел. На. Пошли. Быстрее. Давай. bem, давай. Субтитры создавал DimaTorzok